Как дела, ребята? Ёлка готова? У меня да. И я хотел повестить вас о том, что 31 декабря в 23.30 по московскому времени я буду проводить стрим, на котором мы отпразднуем русский, украинский и центральный европейский Новый Год вместе с вами. Так что, присоединяйтесь! А также заходите на мой второй канал RestorPub, посвященный PUBG Mobile. Ссылка в описании. Месяц назад на просторах Дискорда я наткнулся на такую новость о том, что можно подать заявку и легко получить значок в Дискорда, активный разработчик. Вкратце, этот значок показывает, что ты разраб в Дискорд Бота. Учитывайте то, что этот значок не дает дополнительных функций к вашему профилю. Он нужен только для того, чтобы выделиться. И внимание, этот значок можно получить даже если ты не программист. Как его получить? Вы увидите в этом видео. Дабы поддержать мой канал, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Вам не сложно, а мне приятно. Спасибо! Приятного просмотра. Для начала хочу отметить, что для данного способа вам нужен компьютер или ноутбук. Даже слабый подойдет. Если у вас нет компьютера, то у вас не получится самостоятельно получить этот значок. В таком случае попросите у своих знакомых помочь. Вам нужно установить на свой компьютер программу Python. Желательно новую версию. Все ссылки будут в описании. Далее мы создаем на рабочем столе текстовый файл с названием main.txt. Заходим в этот файл и вставляем код. Этот код вы можете скопировать на моем Дискорд сервере. Теперь переходим на сайт разработчика Бота. Вам нужно авторизоваться под свой Дискорд аккаунт. Затем нажимаете на кнопку создания нового приложения. Создаем никнейм Боту и создаем его. Далее заходим во вкладку Бот. И о возможности ставим все три галочки как на видео. Затем сохраняем. Теперь нам нужно будет превосить данного бота на сервер. Но заранее его нужно иметь. И включить сообщество на нашем сервере. А также в вашем профиле включить функцию использования данных для улучшения Дискорд. После чего заходим в эту панель URL генератор. И в этом окошке выбираем слово Бот. А в этом администратор. После чего копируем ссылку и вставляем новую вкладку браузера. Выбираем наш сервер и добавляем бота. Снова заходим во вкладку Бот и копируем токен бота. Примечание. Никому не показывайте свой токен. Этот токен мы вставляем в наш код main.txt вместо этого символа. Сохраняем файл с расширением main.py. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на файл main.py. Нажимаем свойства и копируем путь к файлу. Теперь вы заходите в командную строку. Нажимая на сочетание клавиш win.r. И прописываем cmd. Или другим способом. Затем в командной строке прописываем cd, пробел и вставляем путь к файлу, который мы копировали. И нажимаем Enter. Теперь прописываем команду pip install this snake. Enter. И ожидаем окончания установки. После чего прописываем py main.py. Enter. Мы запустили бота с возможностью выполнять команду. Вам нужно знать, что бот работает за счет вашего устройства. Поэтому если вы отключите команду и строку, то ваш бот будет оффлайн и не будет работать. Теперь переходим на наш сервер. И прописываем несколько раз команду test. Если бот выполняет эту команду, то вы сделали все правильно. Теперь мы возвращаемся на сайт разработчика бота. Если у вас нет возможности подать заявку на значок и пишет, что вы пока не можете подать заявку, то вам нужно подождать от часа до недели. У всех по-разному. Если же у вас появилась возможность подачи заявки, то вы выбираете бота, ваш сервер и любой канал сервера. И нажимаете на кнопку получить. И вуаля! Значок разработчика уже в вашем профиле. Для того, чтобы у вас не пропал значок, пожалуйста, не нарушайте правила дискорда. И минимум раз в месяц используйте команду bota test. Если это видео было полезно, то нажимай на лайк и подписывайся на мой канал с колокольчиком на все уведомления, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok